Так, ну что же, тогда поехали дальше к теме сегодняшнего семинара. Итак, в прошлый раз мы с вами научились писать дифференциальные равнения, да, то есть мы записываем там закон Ньютона, мы записываем там закон с нити момента и получаем набор дифференциальных равнений, которые мы потом можем интегрировать и делать какие-то выводы о движении. Однако часто случается так, что дифференциальный равнений, который мы получаем интегрироваться немножко плохо. Ну, в частности, там, задачка с прошутистом тем же самым, осталась целая квадратура. Вот. А по исследованию движения нам все-таки как-то хочется. То есть квадратура, конечно, хорошо, то есть мы можем взять, проинтегрировать там численно, например, или еще как-то, но хотелось бы какие-то аналитические оценки того, как вообще себя вытавести системы. В этом случае нам на помощь приходит так называемая первая интеграла. То есть если у нас есть система, ну, с первым интегралом мы с вами знакомились уже в самом начале, а если у нас есть система дифференциальных равнений формы каши, например, то функция g, которая есть функция от окса и времени, называется первым интегралом. В том случае первым интеграл насильно тому, что полнопрозводная функция g по времени, силу равнений движения, ну, то есть когда я дифференцирую штук по времени, у меня здесь сложная функция, у меня здесь будет dg под x, так, dg под x, это если что, обозначение деградиента. Ну, то есть когда я дифференцирую по вектору, это то же самое, что dg под x1, и так далее, dg под xn. Дg под x на x точку плюс dg под t. Понятное дело, что вместо x точка я поставлю то, что называется в силу равнений движения, то есть я поставлю правую часть дефол и получу dg под x на f. Это скалярное произведение. dg под t равнений цена. Соответственно, такие вот первые интегралы, они нам очень сильно помогают при исследовании движения. А именно, они позволяют нам, не интегрируя, иногда находить некоторые характеристики системы, то есть всякие там максимальные отклонения, соотношения между скоростями и тому подобные замечательные вещи. Метод поиска первых интегралов, он достаточно сложный, то есть если у вас есть система какая-то общего вида, то на халяву первые интегралы найти задачи очень нитериальные. Однако, если мы говорим о механических системах, мы, как правило, говорим о них, то первые интегралы в них часто присутствуют. В частности, если мы говорим о консервативных системах, то в них есть первый интеграл, который называется интегралом энергии. С ним вы знакомы. Еще и школьной физики. Ну, использование этого первого интеграла, я уже сказал, оно позволяет нам иногда делать интересные вещи, то есть не решая дифференциальных отклонений, делать какие-то выводы. Итак, вопрос к вам. Что такое консервативная система? Так, ну, а что такое консервативная сила? Ну, я бы сказал, что нет потери энергии, это скорее следствие, но консервативная система – это такая система, в которой сила, которая есть в этой системе, они либо не совершают работу, либо являются потенциальными. Если у нас существует такая функция P, то все наши силы – это и есть минус градиент P. И при этом частная производная по времени… Да, функция P, она зависит только от координат и, быть может, времени. И при этом частная производная по времени равняется 0. То есть на самом деле он это время не зависеть не должен. Он просто силы называются потенциальными, то есть в том и только том случае, если существует функция P, что F выражается минус градиент P. При этом P – это функция координат времени. То есть у нас костей зависеть не должна. Вот. И консервативная эта сила будет в том случае, если этот потенциал от времени явно не зависит. Ну и, кроме прочего, у вас еще, если вы посчитаете функцию кинетической энергии, то она явно от времени тоже зависеть не должна. Более подобно об этом мы поговорим во втором задании, когда будем рассматривать систему со связями. Ну, пока мы рассматриваем систему с очень простыми связями, поэтому там это второе слово почти всегда будет выполняться. Ну хорошо, с потенциальностью мы вроде бы разобрались, но давайте посмотрим, а как поверять силу на потенциальность? Какие, вы знаете, критерии того, что сила является потенциальной? То есть, понятное дело, у нас есть определение. Если вам дали силу, вы можете, если вам удалось предоставить потенциал, то вы можете сказать, что сила является потенциальной. А что делать, если вы не можете на халяву найти потенциал? Как поверять, что сила потенциальна? Интегрировать все замкнутые контуры немножко неудобно. Не находите? Ну, зависит от потенциальной. Ну, если функция, да, если у вас сил будет зависеть только от радиуса, она будет потенциальной. Это правда. Ну, на самом деле, не совсем так. Что вы вкладываете в смысл сил? Здесь только разис. Ну, я ее везу. В смысле? Ну, я с не очень понимаю. Ну, это же всегда так. Ну, у вас сила всегда определяется в своих функциях. Я могу привести на пример сил очень простой. Например, F. Такой какой-нибудь X, Y. Здесь Y и 0. Ну, вот сила. Она определяется в каждой точке своими лейстами. Она не является потенциальной. И это можно показать. Вы с понятием ротор знакомы? Ротор. Ну, ротор F – это векторное произведение. Nabla на F. Ну, где Nabla – это оператор дифференцирования типа градиентов. То есть это dpdx, dpdy и так далее. Вот. Для потенциальных сил эта штука должна быть равна 0. На самом деле, это следствие более общей теоремы. И на самом деле, если у вас есть в каком-то n-мерном пространстве сила, которая, ну, или поле, которое является потенциальным, на самом деле, если это поле достаточно гладкое, то есть у него есть пашка производных, то необходимо достаточное условие оно будет выглядеть таким образом. Если вы описываете ваши координаты x1 и так далее, xn, то необходимо достаточное условие того, что сила является потенциальным полем. Это то же самое, что все смешанные производные, то есть df.it по dx.it равняется df.it по dx.it. Ну, то есть у вас должны быть равны все смешанные производные у потенциальной энергии. Ну, в силу того, что f это минус градиент p, если p достаточно гладкая, то если такая p существует, то у вас смешанные производные должны быть одинаковые. Вот выполнение тату смешанное, в смысле, ну, вот эта вот штука, это есть d2p по dx.it и dx.it со знаком минус. А вот эта вот штука, это минус d2p по dx и t dx.it. Ну, смешанное производное имеется в виду вот именно вот этот смысл. Вот. Ну, если у вас сила потенциальная, и хама вот эта вот сила, она является достаточно гладкая, то, естественно, смешанное производное должно быть одинаково. И оказывается, что это необходимое достаточно условие того, что сила потенциальная. Ну, в трехменном пространстве это экулент того, что ротор силы должен быть равен 0. Ну, давайте с вами поверим, что какая-нибудь вот такая вот сила. В смысле? В смысле? Сейчас. Ну, я вас просто не расслышал скорее. Да, естественно. Ну, и когда мы говорим о силе, имеется в виду, что у каждой силы есть свой собственный потенциал. Эта сила зависит от конкретной частицы. Ну, и на самом деле в этом случае можно выписать просто потенциал, который будет зависеть, ну, как-то общий потенциал, который будет зависеть и от первой частицы, и от второй, и так далее. Ну, вот. xy. Ну, давайте попробуем доказать, что вот эта сила является потенциальным. Ну, и заодно пытаемся найти ее потенциал. Как это делать? Ну, да. Если мы хотим просто доказать, что это сила потенциальная, все, что нам необходимо сделать, это найти смешанные производные и показать, что они одинаковы. Например, df1 под y. Это у нас что? Это у нас z-косинство. Он должен равняться df2 под x. df2 под x, соответственно, z-косинство. Ну, они одинаковы. Поэтому как-то первый пункт прошел. Окей. Смотрим, что у нас там еще есть. df2 под z. Это у нас что? Это x-косинство. df3 под y. Это x-косинство. Они тоже одинаковы, поэтому два из трех соотношений у нас не поняли. Ну, наконец, третье. Это df1 под z. Да. df1 под z. Это y-косинство. И df3 под x. Это у нас y-косинство. Поэтому эти штуки тоже оказались одинаковыми. Другие пары не равны, но вам единственное, что важно, ну, смотрите, вы должны взять первый продифференцировать по второй, сравните второй по первой. Потом первый продифференцировать по третьей, сравните с третьей по первой. Ну, то есть я все пару перебрал уже. Но это опять-таки, если мы посмотрим сюда, это ротор f, у вас там будет три уравнения всего. Вот. Они одинаковы, соответственно, наши силы влияют с потенциальным. Ну, поскольку найти потенциал этой силы. Ну, да, самый простой способ, например, фринтегрировать. Ну, смотрите, что у нас получается. Давайте посмотрим на f1, да? f1, это у нас есть yz на кое-что. С другой стороны, это не просто f1, это есть минус dppdx. f1, это минус dppdx, минус dppdx, минус dppdpdx, минус dpdpdpdx. Ну, f1, это как раз-таки xz. Что еще раз? Можем поинтегрировать. Можем поинтегрировать. Например, вот из этого уравнения мы можем сделать вывод о том, что до того, что это частная позорная px, мы интегрируем px, получаем, что наши потенциальные наги могут быть записаны в таком вот виде. xyz на кое-что плюс какая-то произвольная функция, которая зависит от yz времени. Ну, то есть вот такая функция, она дотарит вот эта вот штука. С другой стороны, мы знаем, что у нас есть f2, которая есть минус, так, со знакомыми я только здесь забыл, здесь минус xz. С другой стороны, f2, это есть минус dpdpdx. Давайте вот этот пункт, который мы типа здесь нашли, поставим вот сюда. Что мы здесь получаем? Получаем xz на кое-что, по дефенсору, по y и минус dfdpdx. Да. На другой стороны, смотрите, мы знаем, что f2, согласно нашему условию, это xz на косинус t. Иными словами, наша функция f, ее частно-производно по y, кроме ци нулю. Раз ее частно-производно по y, кроме ци нулю, отсюда следует, что наша функция f, она зависит только от z и времени. Теперь у нас есть f3. Мы повторим ту же самую процедуру. f3, это есть минус dpdz. Это, как не сложно догадаться, это у нас xy на косинус t минус dfdz. И все это, согласно нашему уравнению, это xy на косинус t. Отсюда мы видим, что f и от z не зависит. Иными словами, наша потенциальная энергия, которая удовлетворяет нашей силе, она выглядит таким образом. Это минус xy на косинус t, плюс прозвольная функция времени. Ну, несложно видеть, что потенциальная энергия, на самом деле, она, помните, вам говорили в физике, что потенциальная энергия всегда подлинна с точностью до констант. На самом деле она подлинна с точностью до прозвольной функции времени. Ну, то есть, какую бы прозвольную функцию времени я всегда не добавил, экспоненту, синус, косинус, поленом, моя сила от этого не поменяется. Поэтому, на самом деле, потенциальная энергия всегда подлинна с точностью до прозвольной функции времени. Как правило, в качестве такой функции времени не было в константу, либо просто загнуляют. Вот. Для чего это нужно? Опять-таки, для того, чтобы вот, помните, мы говорили о том, что у вас консервативная сила будет в том случае, если у вас потенциал явно от времени не зависит. Поэтому, как правило, вот эту штуку ее просто загнуляют. Хорошо. Ну, такой вот способ искать потенциал для силы. Хорошо. Потенциальности мы более-менее разобрались. Там был еще второй пункт. О том, что у нас есть кинетическая энергия, да. То есть, у вас первым отегравом в механических системах в случае, когда там консервативные силы, у вас является сумма потенциальной и кинетической энергии. Что такое кинетическая энергия? Я буду... Я буду... В термехе она обозначается с обессованной буквы Т. По определению для одной точки, то что такое? Ну да. Ну да. Если у вас есть система точек, то кинетическая энергия тоже штука аддитивная. Это и есть просто сумма. Эмутер, а вы это попадать пополам. Вопрос, а что делать с твердым телом? Пусть у вас есть какой-то прозвольный кредо тел. Да. Как почитать его кинетическую энергия? Что Центр у нас? Ну, можно сбивать на точке и проинтегрировать. Каждый раз интегрировать очень неудобно. Каким образом? Что за им? А скорость чего? Скорость чего? Нет. Мы пока просто не считаем изменения полной энергии. Пока все, что мы делаем, это я хочу посчитать кинетическую энергию какого-то этого тела, у которого я знаю скорость с какого-то его полюса, точке его. Он нам неизвестно, я знаю его угловую скорость. Как мне посчитать его кинетическую энергию? Какое? Хорошо, ввел. А оси как направим? Любое тело, но в смысле более-менее прозвольно. Ну, хорошо, неподвижно, неподвижно. Ну, то есть они связаны со скоростью точки. Скорость наше тело. Да, не очень. Ну, хорошо, смотрите, мы знаем скорость какого-то полюса, мы знаем угловую скорость. Что можно сказать обо всех точках твоего тела? Мы знаем, что в каждой точке, например, скорость каждой точке твоего тела будет определяться скорость нашего полюса плюс Омега на Руито, где Руито это вектор из точки О в нашу эту точку. Ну, опять смотрите, наше кинетическое энергию по определению есть сумма. Ну, интеграл, если хотите. Хотите, будем писать в интегралах, где эти суммы, все равно. Кого еще? Ну, поверьте, интеграл и суммирник одно и то же. Ну, хорошо, давайте интегрировать они, впрочем. Давайте, давайте потренируемся. Итак, что у нас есть? У нас есть какая-то масса ДМ, которая умножается на В в квадрате пополам. В, как мы выяснили, это вот такая вот штука. Да, то есть это у нас будет ВО плюс Омега на Ру и здесь ВО плюс Омега на Ру. Ну, в силу того, что у нас там стоит в квадрате, это просто скалярное произведение скорости на себя. Что дальше делать? Да, справа неплохо бы раскрыть колярное произведение, потому что на халяву мы там ничего уносить не можем, потому что у вас вот эта вот штука, как функция, она зависит от конкретной точки. Поэтому прежде чем что-то уносить, мы должны раскрыть скобки. Итак, что у нас здесь будет? Интеграл В0 в квадрате плюс 2 Омега на Ру на В0 плюс Омега на Ру. Омега на Ру. Еще это пополам на Д. Что мы еще можем сделать? Ну, смотрите, если мы посмотрим, например, на первые слагаемы. Да, эта штука не зависит от конкретной точки твоего тела, и ее можно уносить. Давайте посмотрим, к чему это нам приведет. Давайте здесь вот так вот напишем. Итак, вновь в квадрате мы вынесли, и там остался integral dm. Integral dm — это на что? Это есть просто наша масса с ума. Ну, хотите, давайте я вам большое обозначать. Вторая скобка. Что мы с ним можем сделать? То есть у нас сейчас скобка integral Омега на Ру на В0 d. Что мы с ним можем делать? А мы можем переставляйтесь по времени. Можем? Да, на В0 дмитрий. Ну, почти. Смотрите, давайте с вами посмотрим на такую штуку. Пусть у меня будет A на B на C плюс A на D на C. Я могу это чтобы как-то простить? Как? Да, я могу написать это как A на B плюс D на C. Да, у нас постоянно Омег, у нас постоянно V0 в любых точках этого тела. Это означает, что я могу dm внести вот сюда и потом привести всю эту штуку к такому виду. это Омега на integral Rho dm на V0. Да, вот это вот штука, это наша масса умножить на Oc. Ну, это наш порос, который мы выбрали, Oc, это соответственно центр массы. В итоге мы получаем, что на второе слагаемое от блок там сократилось, потому что была одна вторая и там еще было двойное произведение. А в итоге здесь осталось у нас Омега на mc на скорость полюс. И наконец у нас осталось еще третье слагаемое. С ним что делать? Только здесь у нас есть проблема. В том смысле, а что мы будем уносить за скобки? Ну, оно бы неплохо. Например, можем сделать это таким вот образом. Давайте ее поворачиваем. Здесь будет Омега, скалярная на Rho, векторная на Омега на Rho. Я просто поворачал его влево. Омега я вынесу, и в результате у меня здесь останется Омега на интеграл Rho, Омега на Rho. Так, он здесь про. Что это такое? Мы с ним уже встречались в прошлый раз. Да, кинмомент. Ну, не полный кинмомент, но тем не менее. Это же на Омега. Где же? Это тензор на Rho относительно точки Ов. Иными словами, мы получаем такое поражение. Вот эта формула для кинетической энергии, она называется Терема Кьюнинга. Терема Кьюнинга показывает, что для того, чтобы читать кинем энергию треодого тела, вам нужно взять V0 в квадрате на M пополам какого-то полиса, плюс Омега на ЖОмега пополам, плюс еще вот этот добавочек. Часто Терема Кьюнинга формулируется в таком виде. Для нахождения кинетической энергии треодого тела, вы находите кинетическое энергодвижение его центра масс, плюс Омега на ЖС Омега пополам. Ну, потому что, понятное дело, что если мы возьмем, пусть О равняется точке С. Где? Вот здесь. Терема Кьюнинга. Потому что там еще одна вторая есть. То есть здесь я просто скопаю-то рассмотрю. Там еще одна вторая. Ну, то есть если у вас холест совпадает с точкой С, то у вас МОЦ будет давать 0, и ваша генетическая энергия это есть МВЦ в квадрате пополам, плюс Омега, это часто формулируется в таком вот виде. Хорошо. Ну, еще формулировка звучит так. Кинетическая энергия треодого тела это есть кинетическая энергия движения его центра масс, плюс кинетическая энергия движения относительно системы Кьюнинга. Ну, то есть помимо такой важной, относительно важной стереотической точки зрения объект, это система Кьюнинга. Она же Кьюнинга системы координат. Что это за система? Центр, это система координата, это центр масс. Ну, система или там каждого тела не так важно. А оси этой системы координата, они неподвижны. Ну, то есть угловая скорость от системы Кьюнинга при этом конкретно направления оси не так важно. Важно, что это не вращающая система координат. То есть она движется поступательно, то есть ее центр, он как-то вот так вот умеет двигаться. Но при этом оси у нее всегда направлены вот одинаково. То есть важно, что у нее нет вращения. Эта важность есть с точки зрения объект, потому что на самом деле почти все системы координат, с которыми мы работаем в рамках механики, в рамках прикладных задач, они являются на самом деле Кьюнинговыми системами координата. Потому что, как правило, например, самая известная нам инерциальная система координат, которая лежит в брицентре Солнечной системы, то есть в центре массы Солнечной системы, и ее оси направлены на далекие звезды. Она на самом деле движется с ускорением, потому что наша Солнечная система вращается вокруг центра галактики по кругу. И, понятное дело, что у брицентра Солнечной системы все равно есть ускорение. Поэтому, на самом деле, мы живем с вами в Кьюнинговой системе координата, а не в инерциальной. Вот. Ну, как будто ни было, то есть понятие Кьюнинговой системы координат я с вас буду спрашивать на сдачу. Поэтому, пожалуйста, запомните. Но оно более важно будет втором задании, когда мы геометрим раз будем смотреть. Но, тем не менее, пытайтесь сейчас запомнить. Итак. У нас есть теорема Кьюнинга. Давайте, наверное, на таташке. У нас теорема, пока, перед глазами была. И возникает опасность, как и пользоваться. То есть, давайте посчитаем, на кинетическую какую-нибудь систему. Да? М? 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 да то есть нам нужно найти костя нам нужно углова его скорость чему это есть просто с умами хорошо чем они со скорость давайте посмотрим тот момент когда эта штука угол образует 90 градусов понятно дело что мы можем здесь нарисовать общий случай то есть почитать и в общем случае но давайте пока у погоняющихся вот этим случаем когда 10 90 градусов это как хотите на самый простой способ чтобы меньше париться на текущий момент с осями довести их таким вот образом понятное дело что кинетическая нагиа это скаля поэтому он не зависит от выбора базиса и на сами мы можем убрать как угодно конкретно текущими 3 не можем быть вот так что удалось их на полно доль стер омега а я какая но смотрите вы когда приносную систему канал делаете вы ее центра вот сюда ставите на соответственно у вас должно быть омега умножить на радиус вектора и изначально координат точку поэтому у вас там будет и вот это вот не забывайте пожалуйста об этом это если мы говорим о приносной складе а и что еще будет на счет ну отлично корс сам нашли можно написать или у нас нет компонента или 00 и у нас имеет компонента 0 минус верно и все что нам остается делать это взять в верхнем возведении по сумме как возвести в коробку след зац мы знаем о ногу абсолютно мы знаем а потом мы можем посчитать кинетическую ноги нашего диска ну ну что у нас осталось 10 выражения это омега на живом мы живем с вами в двух мире а поэтому он нажимаем его в нашем случае обращается в момент инерции вокруг оси z на омега в квадрате пополам то что на физике говорили вот это вот и на омега в квадрате пополам вот это вот и это на самом деле момент инерции относительно оси проходящей через центр масс и направленной вдоль омеги но когда мы будем говорить элементы масс мы там чуть подробнее этот момент рассмотр если мы говорим о диске то момент инерции его силой это нас что такое поэтому здесь нас полюнких нет что палку потому что эти палки как хотите смотрите тире макеонега она помимо того если посмотрим сюда на формулу она допускает ну два частных случаях когда вот нет вот этого слагаемого либо у вас . неподвижно а либо вы находитесь в центре масс он точно даже как и момент если вспомните там это дополнительно слагаемого который возникает но возникает двух случаях либо вы она исчезает в двух случаях либо вы в центре масле было относительно в личной точке смотрите здесь то же самое то есть если мы считаем относительно неподвижной точка то этого слагаемого нас не будет у вас точно так же будет в 0 в квадрате на и пополам скорость этой штуки ноль единственное что у вас останется это вот эта штука только нужно помнить о том что здесь вот стоит консервная акция относительно полюса они центра масс здесь нужно быть внимательно поэтому течку на это для стержня мы можем посчитать с вами двумя способами да то есть первый способ для стержня то есть мы считаем этическая энергия стержня то есть мы можем уходить теорема кернига в том смысле что мы находим центр массу пусть это какая . у нас есть точка это есть просто она большая на это и у нас есть момент инерции относительно . а это мэр квадратин 12 но после этого нашего полной кинетической энергия анда стержня это есть м в квадрате а плюс ик на омега в квадрате по давайте посчитаем численно чему там наша скорость и то есть но если мы берем модуль это есть омега на л квадрате в квадрате на 4 то есть на здесь будет м он в квадрате л квадрате на 8 а плюс момент инерции мл квадрате на 24 у него в квадрате не то омега нам больше омега и здесь а то что вот ну и что он здесь получается 1 24 пришла на 8 насколько 424 то бишь 1 6 второй способ это когда мы смотрим кинетическую энергию используем теремии кионига относительно неподвижной точки в этом случае наша кинетическая ноги стержня будет по той же сам теремии кионига это центр это момент инерции относительно . пусть это будет точку на омега в квадрате по момент инерции относительно края для стержня это мы откуда эти на 6 на 3 здесь мы получаем на 6 получаем пара не получать на кучу то есть здесь вы можете пользоваться любой формула которому дом единственно что вам иногда потребуется знать момент инерции относительно не центр масс что вы к правилу знаете лучше относительно каких-то вот крайних точек если достижение вы еще часто с этим работаете то ли кого-нибудь диска это уже чуть сложнее ну таким образом то есть антическая она считается достаточно просто на самом деле ну и давайте посмотрим все же как нам до относительно но смотрите вот это это приносно то есть мы вели с тем когда так x по стержню игрек вот так и центр вот здесь поэтому она приносная с приносным никаких вопросов нет это вам его на вот это ли свет на уца относительно движения это значит мы сидим вот такой системе координат и у вас вот здесь вот просто вращается стержень вращается диск вот скорости амега да ёмы просто рабочий его скорость вот этого точки она нулевая потому что он закреплен не и по теореме элера у вас там будет просто омега умножить на радиус век подвижно мы считаем систему канал который прибиток стержень там я как-то написано это относительно угол скорость вот этот маленький ну смотрите вы сели на стержень и видите что вас вот здесь вот на конце вращается диск при этом вращаться у него копт-центр он вращается вокруг этой точки которые закреплено вращаться на суголь скорости омега продана угловая скорость не зависит от того относительно какой точки вращается просто угловая скорость это характеристика системы корена давайте посмотрим как эти штуки нам помогают давайте посмотрим на такую простенькую задачу и так пусть у нас есть точка крепления здесь не сама стержень длина эль и за конец мы прибили диск а масса м продюсер вот этого длина эль что мы делаем вначале момент времени мы его отгибаем на какую-то угол финал и отпускаем вопрос как они были скорости сам внизу ну да опять таки здесь нам про касты помогают закон стране то есть нас из первых играл которые энергия смотрите как и но здесь есть у нас здесь есть м же ну и вообще говоря все еще у нас есть силы реакция которая если мы говорим о вот этой штуки силы реакция которая направлена куда-то вот туда что может хотя бы цель и акции данная сушат работу потому что ваше перемещение она направлена по нормале к этой силе реакции так можем получать наш систем консервативного не из первым играл энергию потенциал для потенциал тяжести чему равен мж аж но и если мы говорим конкретно нашей задачи давайте его через фипы то есть выразить аж нас чему здесь равен вынесла что со знаком немножко осторожно потому что вот этот y вот этот x и не совсем и и не совсем или у вас еще здесь утра лишь кистью счет оплаты на есть то есть это минусом же а лпц на пояснице потому что аж это высота аж высота это но смотрите вам интересен знак скорее ласки на потенциальная при нас точности до константа то есть вот здесь фото могу написать например еще плюс мж лпц и у вас там будет форма вида мж лпц один минус космосфер от этого не поменяется но вам важно что когда фи равен 0 эфира и на пи вас были разные значения на фи раны пи вы находитесь выше поэтому там официально их даже он слышит но еще а что что по сути вот эта штука это есть уже и просто а y здесь задается однозначно это минус и на космосе ну блин дело что на константа плевать и поэтому как бы я буду пользоваться ну там помо и пашку жусь ничего с кинетической на героняется стержнем данью сама настолько массу нижнюю имеет нет смысле как его посчитать через марки хис . ну давайте вот я просто посчитаем он то есть это на что от нас мвц вказать пополам а плюс и на мега вказать пополам ну и в нашем случае это наказать по вот у нас чему ну да если мы рассмотрим модуль то именно так красоты сделан ну там будет парад поэтому модуль уйдет поэтому не уплевать от угловая скорость чем она это угловая скорость нашла диск чем она она он прикреплен к вот этого штуки да он приводим но смотрите вы прибиваете систему координат к центру диску и видите что его осень меняешь это начальство истерщение да омега в нашем случае это будет просто фис . это правда как-то показать как-то показать но смотрите давайте рассмотрим систему иногда и вот в x y x y на тих штрих и как-то чему равняется например x штрих вот этот пина вот этот угол между осенью штрих которого опагонально стержнем держит и вот это это фина если я ничего не путаю ну да похоже значит x штрих проекте на оси x y могу записать следующим образом на x это насквозь минус фи а на y это минус минус фи если эту штуку дифференцируем я получу минус синус фи с точкой и косинус минус косинус фи с точкой это должно быть то же самое что 00 так давайте вот здесь немножко делим 00 на омегу на их штрих то есть на косинус фи от минус синус фи смотрим на первого компонента у него проекция будет омега на синус фи на второй компонент у него будет проекция на первого компонента минус минус плюс на второго компонента минус еще минус потому что второй компонент у омега на косинус фи на чудо делал вывод о том что омега то есть минус фи . ну то есть этот углу фи которым мы вели он отвечает как раз таки нашу скорость из того что таким образом пока его вел там знак минс появился таким образом мы получаем что наша кинетическая энергия а и то есть м с точка в квадрате f до цель падать пополам блюдо на квадрате на 4 на фи . карачи вот наша антическая и вот эта штука антическая без потенциальной энергии они должны сохраняться если я запустил в какой-то момент из какого-то угла финал то что у нас должно сохраняться но должно быть следующим минусом же на верхнюю цель на костюм финал она должна равняться кинетической ноги самом низу кинетическая ноги самом низу это у нас что будет а м с точкой квадрате на эту цель квадрате полом а плюс а м м квадрате 4 из . квадрате и плюс потенциальной энергии внизу потенциальной ноги внизу у нас чему быть рано почему 0 до наш потенциальный ноги это минусом же это софта косинус фи и внизу ранее цены поэтому минусом же на это все но отсюда несложно видеть что фис . вытаскиваю раз я вытащил фис . то я знаю с этим понятно искали мой скорость нижней точке а шо с этим более-менее понятно и давайте посмотрим на другую задать ночь похоже на эту но немножко дуга постановки пусть у нас есть тоже стены на этот раз его длина или паса и он здесь вот закреплял то есть он держит наш диск за центр и при этом здесь вот у вас шаги ну то есть диск у вас уже не не привык гладиами к стержне а просто за шаги а здесь покрыта эта штука скатывается по по электрической поверхности длины и это звали причем катится она без паскалин задача та же самая вам даны начальная высота которого пускать 0 скоростью и задача найти в конце да но это для того чтобы у вас задача по геометрии она была похожа на ту это есть вот это расстояние и плюс 2 и вот это а то для того чтобы геометрия было то же самое вопрос чудес это задача какая решает почти ну то есть потенциальный ноги тоже самое безусловно ну то есть на 5 так и варень то же самое глухие до этого до этого он был прибит к стержне а сейчас он зачем без подсказывания катится нет он был прибит к стержне а вот эта палка была прибита гвоздями к нему к самому то есть он не вращался а сейчас там только один гвоздь и эту штуку мид поворачиваться но при этом у нас есть условия с поскальзыванием какие силы действовать систем да у нас появляется еще трение за счет того что мы движемся без поскальзывания что можно сказать о силе тренинг до работа на потому что мы движемся без поскальзывания и вот эту точку в которой приложена сила на не перемещается примещение поэтому несмотря на наличие сил трения в этой задачи у нас все еще все силы которые действуют они являются потенциальными консервативными поэтому у нас здесь полный ноги тоже сохраняется чем у нас кинетическое ноги то что ну как обычно это мвц карась по плюс и на омега карась по то что нам осталось сделать выразить вот эти вот вот и омега через кисточка полная мега 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 чем она ровно не знаю вот именно скорость . самая знаю через фена однозначно уважать вот как там сказали сейчас дождите кончик я на секунду а 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 . сразу найдем через фис . но это давай так это ее модуль давайте мы ее найдем как это как вектор может быть нефтить но давайте пока что сделаем и так радиус вектор этой точки на x нас какая проекция на x минус синус потому что смотрите вам нужно спать вот эту точь вот это 90 градусов никогда будете процессе здесь и минус потому что у вас проекта на x другую сторону минус синус фи а на y у нас соответственно но это серия просто за сколько у нас когда буду штуку дифференцировать я почве минус косинус пи а здесь синус фи здесь на 10. ну да и когда я буду брать квадрат то все что получу это рпц квадрате на фис . падать почему я хотел найти в целом я ну ведь потому что сейчас я хочу найти угловую скорость а для этого как мы правильно заметим нас есть . у нас есть . c они связаны с отношением или а именно что в ц и то есть в а то есть 0 плюс омега а на а ц и то есть это у нас тоже будет угол фи сейчас я туплю вот вот эта фина да это абсолютно систем к нам должно быть ну да естественно какой значит здесь у нас на руку соответственно что она здесь получается здесь у нас получается 0 0 а на гаосином и косинус фи так по верхам понять у нас здесь что будет минус омега на косинус фи повтор компоненте омега на синус фи и на с другой стороны это то же самое что здесь мы посчитали это минус косинус фи и на финал а и плюс р на фис . но отсюда мы сразу находим что омега а и то есть фис . а а и плюс р удлинная голос костя нашли чем обращаю ваше внимание что всегда когда вы работаете системы кернигу вот здесь вот здесь вот у вас должна быть абсолютно угловая скорость и да потому что опять таки это мы получили из соотношение или в итоге вот мы знаем омега мы знаем подставляем находим результат получается другой учили он потому что есть пятки колеса вращения и за счет вот этого вращения оказывается что скорость вот этой штуки она будет медленнее ну что и угловой скорости нам больше чем ну на самом деле это зависит от соотношения между или понятное дело вот но скажем так если у вас достаточно высокая достаточно большая вот эту цель риска поверхностью то есть достаточно длинный стержень то а вот эта штука она будет существенно больше чем в предыдущем случае прошу с этим понятно отлично а мне здесь нет подвижностью контент и не вводим ну а понятно о чем вы говорите но у вас же здесь будет когда придет вот в эту систему координат я могу в ней писать соотношения или то есть я могу сесть в нее и писать соотношение или ровнее не у вас скорость точки c будет 0 а скорость точки а вы какая-то поле о том что скорость . в этой системе когда-то еще найти нужно соотношение или работают то есть смотрите а там стоит омега да это омега она связывает скорости относительно какой-то конкретной системы координат и нациальные подвижные еще какой-то и омега это угловая скорость вращения относительно этой системы коринат то есть если вы садитесь переносную какую-то переносную систему координат и все значения переписывать и и скорость относительно ее приписывать и угловой скорость значительно нее переписывать то формуло ли работает еще будет но здесь нас интересует именно абсолютная систем queremos потому что форме кринига здесь вот стоит абсолютно love скорость на счету задачку но такой сачка выглядит таким образом у вас есть ступенька с которой скатывается шарик ну не шарик масса и возникает вопрос знаю вот этот скорость при каком угле альфа вот здесь вот будет скачок скачок означает что вас обнурил силу реакция по нет ни при любом типа того на это немножко не так работает немножко сложнее вот кача хочу возникает вопрос а когда все-таки скачок позволит то есть понятное дело что если я хочу очень медленно то он скачка не будет он просто опадника сюда прикатиться и продолжит движение вот если здесь будет какой-нибудь угол типа вот такого под 90 градусов то 10 на никого скачок вопроса делать давайте посмотрим на что вообще как будет исходить движение посмотрите вот он катится здесь естественно движение без проскальзывания вот и он докатывается до крайней точки после этого его движение но поскольку как я возьму его центр масс он начинает вот здесь вот двигаться по окружности потому что вот здесь вот у вас . касание на останется . касание то есть он у вас начнет совершать вот такое движение скорость этой точки 0 потому что не поменяется потому что движение без проскальзывания происходит ну и поэтому он здесь вот он цепляется но у него нет никаких сил отрыва которые пытаются оторвать отсюда поэтому у вас тот момент когда он доезжает до края у вас начинается вращение вокруг а минуты тут крайне . теперь смотрите да то есть мы были вот здесь и просто как мы вращение закончили мы будем находиться вот здесь на вот эту . и возникает вопрос а какие силы действуют на наш диск в этот момент но он же сам особо до силы акция проктор напомню туда дальше действия то есть трение она где-то куда-то вот сюда либо туда и не знаю куда это если очень интересно то можно почитать попытаться но не будем за этим заниматься на диску скорее всего потом какой-то тренинг она будет но мы считаем что сила трения мы можем успешить как угодно то есть там как это коэффициент от трения нет то есть здесь вас губы грякит шестеренки которые успешивают идеально зацепь поэтому какая бы сила тренинг не потребовала чтобы удержать на этой точке она будет реализована ну хорошо что мы имеем мы имеем что м вот с точкой . c а это есть н и сам же до стренье 2 ничего не забыли прошло что можно сказать об этой системе например да ну консервативную она консервативно потому что сила трения у вас есть только в этой точке эта точка вас неподвижно силы тяжести нас потенциально тренинг работ не совершают силы ракция вот не совершают таким образом мы знаем что полная ноги нашей системе на сохранять иными словами это означает что вот когда мы начали движение вот здесь вот у нас там блок как на соли ноги когда мы закончили движение вот здесь изменение кинетической ноги можем посчитать чего у нас равняется кинетическая энергия диска при таком вот движение когда он вращается вокруг этого точки ну вообще не имеется в виду полного сквоза почему они сквозь центра вопрос опять таки то же самое что такого мига в терминах и ну можно сказать так что против всего стрелки еще можно опять-таки провести эксперимент с игреком на то есть игрек это у нас что это у нас синус фи косинус фи 0 если это дифференцируем то опять таки я получаю косинус фи с точкой минус синус фи с точкой 0 должно быть то же самое что угловая скорость на синус фи косинус фи что есть по первой компоненте у нас здесь будет минус омега на косинус фи кстати с минусом почему так на то что сейчас по часовой логично вот по втором компоненте у нас будет она на синус фи в итоге да мы делаем вывод о том что он г то есть это наша абсолютно глаз паспорта прочь но скорость точки c это у нас нормал омега умножить на радиус вектор радиус вектор у нас направлен исключительно по игреку поэтому здесь на все просто по игреку эта штука имеет компоненты на верно по первом компоненте она будет иметь пис . на остальные нули сквозь это мы нашли в различии с фи с точкой ну и помимо прочего мы доказали что наша угловая скорость это вот это иными словами а кинетическую энергию в конце а мы нашли это есть из . в квадрате в квадрате пополам плюс в квадрате 4 на фи с точка в квадрате отлично чем у нас кинетической ноги в начале но и и пополам на здесь остается вот чему у нас удалось пор сам начальный момент до начальный момент времени он здесь будет омега начальная в квадрате а он в начале в квадрате мы уже много раз это делали это минус в на то есть вот ну и стать мы получаем что здесь нас было м в квадрате пополам плюс м в квадрате на 4 антическая ноги начальном это конечно мы нашли что с потенциальной ноги ну давайте давайте генетическую ноги рассчитывать вот отсюда например то есть вот это будет наш нулевой уровень потенциальной ноги в этом начале момент времени это было просто там же например а по конечный момент времени же косин всегда похожи ну и иметь ввиду если нам дан вот этот угол альфа то вот этот угол это тоже альфа альфа это 90 градусов это 90 минус альфа да это жар поэтому там же на пусть на соль в итоге мы получаем что в начальном конечном времени у нас эти штуки должны быть одинаковыми то есть то конечная плюс в конечном времени это то же самое что вначале отсюда мы находим фисточков то есть иными словами мы знаем с какой угловой скорости в конечный момент времени крутится наш цилиндр ну диск что-то нам дает но мы знаем о скорости всех уточек но мы хотим найти силу реакции но смотрите давайте баланс сил напишем последний момент времени чему скорее . церковь ну а еще учитывая то что это вращение вокруг неподвижной точке мы можем написать что это такая штука это омега на омега на улца плюс и все на улца но это все еще твердое тело это начать чтобы не работать вам ларионцы и все мы не знаем омеге мы знаем конечный момент время а как то штука будет выглядеть пальцы на нашу оси x y которым мы здесь филипп вот найти наклонно ну то есть здесь понятно дело 0 0 0 0 0 0 0 от c у нас имеет компоненты 0 0 плюс 0 0 эпсилон на 0 1 что я здесь получаю здесь у нас по первом компоненте будет минус омега на r и потом еще по второй компоненте а у нас будет 0 минус омега в квадрате на r так компоненте и вот эта вот штука нам даст только первым компонентом это ускорение . куда у нас его реакция на парень только по игре как раз в отогонали на конную поверхность так н к нашли м же м же у нас направлен куда-то вот сюда то бишь на на x это будет косинус 90 минус альфа то есть это синус альфа и сюда будет минус косинус альфа отлично но еще у нас есть сил тренинг которая направлена вот конкретно в наш момент она имеет компонентов иксу такие я не знаю нет не сильно интерес теперь смотрите давайте я возьму второй закон ньютона и просто все спроцировали второй вось то есть по сути возьму только того компонента из всего этого в ней лучше следующего м карате на я а эта штука даст нам 0 эта штука даст нам 0 эта штука даст нам минус косинус альфа на же м а эта штука даст нам а он его в конечный момент я знаю отсюда я знаю н конечный момент время вот и вот здесь вот мы как раз таки увидим да если у вас вот эту там я очень маленькая то у вас н положительно у вас есть силу реакции то есть например если омега не цену то есть вы поставили диск на самый самый конец и с бесконечно маленьким усилием лук от 0 поэтому она вас положительно как только начинаю увеличивать омегу а я начинает уменьшаться в какой-то момент он доходит до нуля это как раз таки будет случай отрыва вот так решаются эти задачи то есть закон сохранения энергии пока у вас силу тренинг совершает работу то есть пока вы движетесь без проскальзывания он позволяет вам находить некоторое величие то есть так понятно дело что совсем решить задачу я здесь не могу потому что мне здесь какой-то неизвестно силу трения у меня там есть еще какой-то неизвестный и все он или то чтобы их найти мне нужно будет еще расписать ранее момент относительно . санеки и всего на другую ось про направлен но я все он по первой все направлены а н к по 2 поэтому не плевать на нее это очень интересно наверное все можно найти например опять таки мы знаем из . дамы выразили вот отсюда наверно мы это выражение можно подифференцировать еще разок и найти и физ двумя . то бишь общем но задача этого не требуется то есть мы останавливаемся только на том что мы нашли силу реакции когда происходит осколок хорошо господа если у вас какие-то вопросы а не появится так дз да как у вас опас надо за но я в группу по рублей в любом случае ну что да если вас нет рак полюс я не умею отвечать на это поздал важное замечание меня не будет на неделе 24 по 30 октября а это уже вторая сена кто нас попадает поэтому пожалуйста подумайте над тем когда мы страну общем а а а а а а а а и а а а а и а